Спасутся ли младенцы, умершие некрещенными? 14 июля был Синод, и на этом Синоде было определение. Теперь определение такого рода, что, наконец, в церкви нашей появился чин церковного погребения некрещенных, некрещенных младенцев. Очень многие переживали об этом, знаете, умирают, родился и умер. Ну и мало ли по каким причинам, какое-то время там некрещенные, многие. И вот, наконец, да, наконец у нас принят чин церковного погребения некрещенных младенцев. Почему вы скажете церковного? Как же такое? Господь же сказал, если кто не родится от воды и духа, не может войти в Царство Божие. Вот взяли эти слова, а смысла их и не знают. Что Господь сказал о детях? Помните, когда дети хотели прийти к Нему, а ученики не допускали? Таковых есть Царство Небесное. Вы слышите? Царство Небесное таковых есть. А когда Господь сказал, что кто не родится от воды и духа, о ком идёт речь? Вот ты, взрослый человек, ты должен выбирать мировоззрение. Веришь в Бога или не веришь в Бога? Признаёшь Христа или не признаёшь Христа? Если ты признаёшь Христа, то почему ты не принимаешь тогда крещение? Вот о ком речь идёт, а тут взять и на детей. Просто искушение какое-то. Господь сказал сам, таковых есть Царство Небесное. И вот сейчас, наконец, у нас есть чин погребения таковых младенцев, церковный чин. Естественно, что этот чин с чем сопряжён? С священно-действием, это священник совершает, а не кто-нибудь. Естественно, конечно, если умирает младенец, то совершается это каким образом? Конечно, это его гробик, конечно, заносится в храм, естественно, и ставится свечи, и поминается. Там этот специальный чин. В общем, всё так, как положено при отпевании того, кто является христианином по своим родителям. Вы слышите? Ребёнок по своим родителям принадлежит религии, если хотите. В данном случае, поскольку этот чин ясно, кто приносит младенца – это православные, то этот чин совершается над младенцем и совершается, конечно, в храме Божьем. Так что, вы знаете, это очень приятная новость. Это очень приятная новость, потому что для многих матерей это просто избавление от таких вот страданий. Ну, вот так, вот так я могу сказать. Да, и спасутся, следовательно, дети спасутся ли. Сам вопрос меня удивляет. Спасутся ли младенцы, умерши, не крещён? Господь сказал, таковых есть Царство Небесное, а мы так, Господи. А не ошибаешься ли ты? Слышите? Мы уже Христу начинаем диктовать. Я удивлён просто таким. Извините меня, что я так реагирую на вопрос. Но действительно, Христу уже начинаем диктовать. Спасутся ли, Господи? Вот ты сказал – спасутся. А вот мы вот всё-таки сомневаемся. Люди, которые уже умерли, их тоже можно заочно, значит, ответить и прийти? То есть, они в полиции, да? Ну, первое, что я вам хочу сказать. Ангелов всё-таки не отпевают. А дети подобны ангелам. Это же просто мы привыкли уже в церкви, чтобы совершить какой-то, ну, я бы сказал, хороший церковный обряд, чтобы человека сопроводить уже, его тело. Вот. На самом деле, и до этого решения дети все в Царстве Божьем, конечно. Сейчас это чин для чего в данном случае установлен? Для утешения, ну, нас таких, ну, я не знаю, маловерных или малопонимающих даже родителей. Вот. Ну, и есть уж вопрос, вопрос касается именно таких родителей, которые всё-таки, да, страдают, что как же, вот, ребёнок, так он и погребён. Без этого, я полагаю, что, конечно, этот чин может быть совершён над этим младенцем, то есть, который уже погребён. Конечно! Потому что это чин утешения, а Царство Божие уже у ребёнка есть! Потому что сказал сам Господь. Это утешение для родителей. Поэтому, пожалуйста, да, скончался младенец, пожалуйста, приносите его в Храм Божий, совершайте чин для утешения родителей. Но надо помнить, что таковых есть Царство Небесное, сказал сам Господь Иисус Христос. Это для нас истина! В отношении, да, пьянства, что говорят, что перестань пить и всё. Вы знаете, как человек достигает, спортсмен достигает такого уровня, что начинает занимать первые места в каких-то соревнованиях. Знаете, как достигает это? Ну, например, тяжёлый атлет. Он начинает с какой-то гантельки, которая там весит 2, 3, 4 килограмма, потом поднимает 150 килограмм. А начал с чего? оказывается, достижения никогда не происходят сразу, а требуется постепенная работа. Если в отношении вот тех же пьянствующих всё зависит от того, то в какой стадии у него это развито? Вы помните, знаете книгу преподобного Ава Дорофея, как он приучал своего ученика Досифея. Досифея – это был мощный такой воин, который привык есть изрядное количество. Вот он пришёл в монастырь к Аве Дорофею. И что тот предложил? Сказал, Досифея – вот, ешь. Питание было очень простое. Главным образом – хлеб, вода. Досифея – ешь. Ел. Сыт? Сыт. Хорошо. Прекрасно. Съел столько-то. Всё. Следующий раз садятся до Сифея. Вот теперь ты разрежь этот кусок так пополам. Другую половину ещё разрежь пополам. Теперь вот четвертинку ещё разрежь пополам. Это восьмая. И восьмую разрежь пополам. И вот теперь одну шестнадцатую, вы слышите, отложи в сторону. А это ешь. Съел Досифея. Как, Досифей, ты сыт? Ну, сыт немножко, правда, есть хочется. Ну, ничего. Проходит какая-то неделя-две. Досифей, ты сыт? Да, всё нормально. Ну, теперь отложи ещё одну шестнадцатую. И так постепенно, постепенно Досифей стал есть то, что, ну, можно сказать, нормально для молодого человека, чтобы он мог действительно и нормально жить, и нормально трудиться, и не испытывать какого-то голода. Постепенность. Так Ава Дорофей приучил своего ученика Досифея к нормальному, разумному воздержанию. В отношении пьянства. Я не знаю, в какой стадии находится человек. Если он не очень ещё так, то, может быть, ему надо начать вот с чего-то подобного. Если, например, вот пьют каждый день. Ну, попробуй. Не как через день. Надо просто проводить эксперимент над собой. Именно над собой надо проводить эксперимент, сам настоящий. Выпиваешь, например, пол-литра. Хорошо. Хорошо. Давай-ка четвертинку отбрось или что-нибудь. В общем, нужно разумно, разумно начать, может быть, убавлять эту дозу. Это один из методов, учтите. Один. И это зависит от того, если человек ещё может пойти на такое постепенное уменьшение. Вот это один из способов. Но есть, конечно, и другие. Нет ничего худого, если какими-то медицинскими способами, медицинскими способами, например, вот там вшивают какие-то таблетки или ещё прочие вещи, когда человек уже далеко зашёл, ничего тут нет греховного и противохристианского. Против христианцев пьянствовать, а таблетку зашить – ничего нет худого в этом. Может, и такой способ. Но скажу вам, самое-то главное, что это всё возможно и этот, и другой способ, только тогда, когда человек сам захочет избавиться от пьянства. Если он поймёт, что всё, я погибаю. Если он не хочет, как это часто бывает, мед, я не пьяница, я захочу и не буду пить. Но когда ты не будешь пить? Когда захочу. Ну, тогда тут уже бесполезно, потому что он никогда не захочет. Поэтому первым условием при этом вопросе – это, конечно, помочь человеку убедить себя, себя убедить, что ты погибаешь. Что ты погибаешь. Ты семейный, ты можешь остаться без семьи. На работе – без работы. И вообще неизвестно кем. Христианин – без христианства. Поэтому первая и главнейшая задача – это помочь человеку убедить себя, что ты, голубчик, погибаешь. Вот так. Если он в этом убедится, я вам скажу, это великое будет дело, потому что после этого он может тогда начать сам делать всё, только скажите, что сделать – помогите мне. Тогда можно ему будет помогать. Монархи, послушники, на любое дело другое благословение, у настоятелей, а вот простым мирянам. Иногда вот писаешь, ну, переписывал, как он, быть, известного, ну, о Мбросе, например, с его духовными чатами, и, понимаете как, и не понимаешь, на что надо было ли брать благословение. На что нет? Потому что, ну, насколько вот, ну, с моей точки зрения, мелочные какие-то обычные, обыкновенные дела, вот, нужно брать благословение или нет? Хорошо. Мы, миряне, допускаем большую ошибку, когда пытаемся перенести устав монастырской жизни на свою жизнь. Это неверно. Только в монастырях или там, когда был, например, живёт старец и с послушниками, которые живут при нём, они только брали благословение на всё. Для мирян этот метод, этот образ жизни не подходит решительно. Вы учите? Слышите, я сказал? Решительно. Почему? Я говорю, избавь Бог от себя говорит. Об этом настойчиво пишет святитель Игнатий Бринчанинов, об этом настойчиво пишет святитель Феофан Затворник. Они настойчиво говорят, что наше время – это их, это XIX век, на самом деле это ещё раньше даже, это время жительства не по послушанию, а по совету. А вы понимаете разницу? А совет прибавляет святитель Игнатий. Можно исполнить, можно не исполнить. И тот человек, который даёт совет, он никогда не обидится. Почему? Потому что он прекрасно понимает, что все обстоятельства не может человек выложить ему, что он душа его не видит по совету. А за советы мы обращаем, в мелочах мы никогда не обращаемся. За советы обращаются, когда решаются вопросы серьёзные. Поэтому во всех прочих вопросах никаких благословений не надо брать. А братья, если благословение так, вот хотите, собрались поехать в Москву, например, представляете? Так? И если вы хотите взять батюшка, благословите, помолитесь. Не в том смысле просите ехать или не ехать, а в том смысле, что помолитесь, благословите, я еду. Потому что отношение мирян со священником – это отношение совета, а не послушания, которое имело место в древних монастырях и отчасти сохраняется в последующих. Вот так. Так что миряне живут в лучшем случае, если найдёте священника, которого уважаете и которого понимаете, что он разумный, который может дать вам совет, обращайтесь за советом. Но никак не тем, что мы называем послушанием, а в мирском языке это называется приказом. Приказом. Начальник в армии приказал – всё в порядке. Но у нас всё послушание называется. Но это одно и то же. Приказ. И в монастыре тоже. Благословляю, всё это приказ. На самом деле. Только слово другое. Так что можете быть спокойны. За советом, если какой-то серьёзный вопрос, пожалуйста, посоветуйтесь. С кем? С чем? От кого вы надеетесь получить разумный совет? Разумный совет. А не какой-то приказ. А то вы иногда, знаете, вот был случай, то есть случаев таких очень много. Например, тот, который произошёл, вот мне рассказали. Одна девушка, там, очень красивая, всё, ну, пришла к духовнику, не скажу, какому, потому что, знаете, так, вот, ну, ну, сказала замуж. Говорит, хо, хорошо. Отодвигает занавесочку. И такого ей жениха! Она чуть в обморок не упала. Но вышла замуж. Потом два года рыдала и плакала, пока не привыкла. А почему? Кто ж так делает? Ты что, в послушании, что ли? Ты что, монахиня? Ты приходишь уже за приказом. Если бы ты выбрала себе уже, договорились с женихом, с кем-то, пришли батюшку благословите, вот мы вступаем в брак. То есть, помолитесь. Вот что такое благословите. А не требовать приказа, как будто батюшка уже знает волю Божию, и сейчас вам всё скажут на свете. Можно ли причащаться в армянской церкви? Одни говорят, можно, другие говорят, нет, это не православный. Вот вопрос к вам. Хорошо, да-да-да, хорошо. Спасибо, да. Да-да-да, я отвечу. Ваш вопрос, это нередкий. Вы говорите, можно ли причащаться у армян, а армяне здесь тоже спрашивают, можно ли причащаться нам у православных. Послушайте. Вы знаете, вот сейчас в школах ввели охрану. Знаете, да? Охрану. Да, знаете? Ну, охранник, и пройти в школу нужно вам, чтобы иметь вам билет, что ли, ну, разрешение. Понятно. И вот приходит, приходит министр просвещения. Его спрашивают, а у вас пропуск есть? Нет. Извините. Получите пропуск. Да я министр. Ну, очень хорошо, мы уважаем. Вы, может, лучше всех педагогов этой школы. У вас пропуска нет. К чему я это говорю? Существует правило, правило существует. Правило дорожного движения, правило входа в различные учреждения, например, на телевидении вы без пропуска не можете войти, хотя вы будете артистом всемирным, не знаю, каким угодно. Правило есть. Так вот и в данном случае, в данном случае, отвечаю теперь прямо на вопрос. Да, нельзя не здесь представители армянской церкви причаститься у православных, не православным причаститься в армянской церкви, потому что это будет нарушение правил. То есть, я не признаю дисциплины ни армянской церкви, ни своей. Потому что, а кто ж ты тогда такое? А тогда какому Христу ты хочешь причастаться, когда ты не признаёшь? Я! Ах, я! Вот оно что! Для тебя правил не существует. Ну, попробуй ты вот на дороге, скажи этому ДПС, который дежурит, я! Он вам сразу скажет, что такое я. Понятно? То есть, существует правило. Это не дискриминация ни для кого, когда на дорогах правила. Правильно? Когда сдают на права. Это что, дискриминация? Если я не имею права, почему мне не разрешают ездить на машине? Это дискриминация, да? Скажут, да нет! Просто вы должны получить эти права, и тогда, пожалуйста, езжайте. Я почему-то так настойчиво говорю, а то, знаете, тогда просто обида. А почему нельзя? А мы верим во Христа и так далее. Ради Бога! Пожалуйста, принимайте православие и причащайтесь. Переходите в армянскую церковь и причащайтесь. Но правила надо соблюдать. Хоть немножко, но смиряться-то надо. Всюду требуется исполнение правил. Вот так. Существует правило, монашеские правила, молитвенные. Надо читать. А если внимательно, то получается там какая-нибудь одна десятая или одна пятая часть этого правила занимает всё то время, которое полагается на всё правило. И что с этим делать? – Да. Недавно я читаю письма Валаамского старца и Анна. Кстати, очень советую эту книжку. Письма Валаамского старца. Обязательно приобретите все! Просто обязательно приобретите! Читаю эти письма, и вот он пишет одной женщине. «Лучше сократить правило, чем кое-как исполнить его». Это совет немой, а это совет святого Исаака Сирина и ещё кого-то он называет и святых. В отношении, значит, она, эта женщина, имела руководителем только его. В монастыре же, как вы говорите, в данном случае, по этому вопросу, и с таким предложением, со ссылкой на него, можно обратить только к игумене. Вот. К игумене или духовнику. И если разрешит, то да. Но как? Нужно тогда сделать? Вот жалко, нет матери игумени. Жалко. Как сделать? Так, как советовал святитель Феофан Затворник. Он как советовал? Сколько времени у вас выходит на правило-то? Так, полчаса, допустим. Я беру полчаса. Так, хорошо. Вот полчаса. Читай своё правило с вниманием. Сколько прочтёшь? Какое количество? Не важно. Но полчаса времени, отведённое на это, ты помолилась. О, пожалуйста! Может, прочтёшь всё? С вниманием. Хорошо. Прочтёшь половину? Но с вниманием. Хорошо. Сколько можешь? Тогда не будет искушения? Искушения какого? Вот, мол, побыстрее! Всё в порядке. Нет. Время остаётся. А прочитать лучше пять слов, пишет апостол Павел, умом, чем тьму. Тьма, кстати, по-славянски 10 тысяч, чем тьму языком. Вот, оказывается, как. Тогда эта молитва, совершаемая с вниманием, действительно будет принята Богом. А эта чечётка такая, когда тра-та-та-та, тра-та-та, да, это никому не нужна, а является только оскорблением Бога. Так пишет святитель Игнатий Валенчанинов. Вот так можно бы решить этот вопрос. Но ещё раз говорю, как, не лично, а с послушанием. Сказать. Я тоже, вот, у меня столько времени уходит на это. Но я не могу успеть сосредоточить своё внимание, сохранить внимание. Но я готова, то же самое время, но прочту меньше. Вот так. Молитвы такие, ну, святых отцов-то известных, где такие возвышенные слова, ну, читаются как бы от первого лица. Ага. Ну, ты понимаешь, что ты не исполняешь этого. Почему установленные правила? Молительные правила, там, утренние, вечерние, другие правила, они являются для нас, если хотите, примером и идеалом, ну, идеал страшно, нормой, нормой христианского обращения человека к Богу. Это нормы. Но я же прекрасно понимаю, что то, что является уже исполнимой нормой для кого-то, то для меня это неисполнимо. С осознанием этого и надо читать. С осознанием. Вот Макарий Великий говорит, «Яко ни кали же, никогда же сотворих благое пред тобою». Замечательно! А я вижу, у меня червячок так и копается. Ну, как это я ничего благого не сделал? Я нищему копейку подал. Это Макарий, может, не сделал. Понимаете? Вот эти молитвы научают нас, как, в каком состоянии души мы должны обращаться к Богу. Поэтому не надо смущаться, нисколько смущаться, а с осознанием того, что я совсем не то. Но, Господи, вот как обращались. И я стремлюсь только к этому. Как апостол Павел писал, «Почести высшего звания». Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!